Добрый вечер всем! Так приятно быть здесь сегодня с вами, и это мой первый визит в Швецию. Я наслаждаюсь каждой минутой своего времяпровождения здесь, за исключением погоды. Но в остальном тут прекрасно. Здорово присутствовать на конференции, посвященной интернету. Я помню свою первую конференцию, посвященную интернету. Это был 1992 год. Там было примерно человек 100. Все они были специалистами в области информатики. Если нет, то студентами-компьютерщиками. Несмотря на тот факт, что мы говорили всему миру о том, что он вот-вот изменится, никто нам не верил. По крайней мере, никто не слушал меня, ведь мне было всего 19. Я был странным застенчивым, мне это на руку не сыграло. Но зато преподала один урок — доверять своим инстинктам, потому что интернет в самом деле изменил будущее. Моя вторая книга называется «Интернет для денег». Причиной выбора такого названия послужила технология, о которой я сегодня собираюсь говорить. Технология, которая изменит мир в равной степени, а также изменит и сам интернет. Биткоин — изобретение, созданное в январе 2009 года анонимным автором. Проект с открытым исходным кодом, построенный сообществом энтузиастов, реализованной как одноранговая P2P-сеть. Попираемая, высмеянная, проигнорированная. В первые пять лет, но уже никогда отныне, люди начинают обращать внимание прямо как это было с интернетом. То, что раньше было немыслимо, теперь возможно. Люди начинают замечать, что это нечто большее, чем то, о чем было им поведано. А было поведано вот что — наркоторговцы, порнографисты, преступники. Угадайте, что? Они говорили то же самое на первой конференции в 1993 году про интернет. Они ошибались тогда, они ошибаются и сейчас. Сегодня встреча с каким-нибудь стоматологом или парикмахером, использующим биткоин, с легкостью разрушает это глупое повествование. Биткоин — это протокол. И лучше говорить, что это именно протокол. И момент, когда вы начинаете говорить и думать о биткоине, поднимает очень непростой вопрос. Что есть деньги? И многие из вас, как оказалось, из тех бесконечных разговоров, что у меня были с тысячами людей с разных уголков нашей планеты, не имеют ни малейшего представления о том, что есть деньги и как они работают. Технология денег так глубоко въелась в нашу культуру, из-за чего полностью стала невидимой для самих нас. Фактически, нам даже не нужно задумываться о деньгах, пока они не перестали работать. Некоторые страны понимают, когда деньги перестанут работать, многие из нас обзаведутся интересным ответом на вопрос, что же из себя представляют деньги. Но что же такое деньги? В своем основном значении деньги не имеют ценности. По факту, вы используете деньги, чтобы приобрести вещи, имеющие ценность. Продукты, обслуживание. Но в самих деньгах той самой ценности нет. Деньги — это не компонент управления. Сегодня принято считать по-другому, ведь все наши деньги приходят из авторитетных источников. Какой-то мужчина с короны на голове говорит, «Это ваши деньги, и это становится вашими деньгами». Вот и весь ваш авторитетный источник. Но что, если деньги могут создаваться без вышестоящих инстанций? Что, если бы деньги могли создаваться обыкновенно через пользование? Оказывается, что деньги на самом деле — язык. Деньги — это язык, придуманный людьми для выражения ценности товаров друг перед другом. Язык — как один из фундаментальных компонентов цивилизаций, позволяющий нам превзойти число Денбера. Число Денбера — это максимальное число индивидуумов, которые могут оперировать в племени на основе родства или знакомства. Но что, если вы хотите заставить работать два разных племени вместе? Вам нужно подобие общих связей. И этими объединяющими узами выступают культура, язык, религия и, да, деньги. Фундаментальный компонент, позволяющий нам превзойти масштаб одного племени и заниматься торговлей с другими в большем масштабе. И эволюция наших денег привела к увеличению масштаба, который позволил нам сотрудничать и участвовать в торговле на более высоком уровне. Но парадоксально, что деньги — так же и система контроля, потому что контроль денег дает большую власть тем, кто их контролирует. Как результат, короли и правительства всегда обладали жестким контролем вокруг денег, как, впрочем, и вокруг религии, по той же самой причине. Сегодня же все поменялось. 3 января 2009 года мир изменился. Человек изобрел одноранговый протокол. Открытая сеть без серверов и клиентов, которая в силах выражать деньги как тип содержимого. Как профессионалы в сфере интернета, вы, возможно, понимаете, что я подразумеваю, когда заявляю «деньги как тип содержимого». Деньги, выраженные только в виде информации, которая может быть отправлена через любое средство связи, способные передавать информацию. Биткоин-транзакция не обязательно должна быть отправлена через сеть биткоина, хотя это удобный способ отправки. Вы можете же закодировать его в Skype-эмоджи, разместить его на Грейкс-лист, можете поделиться им в посте на Facebook на фоне картинки с котятами, играющими с пряжей. Деньги как чистая информация в открытой сети, которая одновременно нецензурируема, доступна для каждого нейтрально и глобально. Для данной, новой технологии, не существует границ, так же, как нет и границ для интернета. Каждый может получить к ней доступ, потому что это не продукт, это не компания. Вам не надо регистрировать свою учетную запись, вы просто скачиваете клиент. Биткоин-клиент очень похож на интернет-браузер. Это пользовательский интерфейс, который говорит на протоколе с другими биткоин-клиентами. Как только вы скачиваете всего одно приложение, вы можете присоединиться к мировой экономике. И эта мировая экономика открыта для всех рас, религий, вероучений, этнических принадлежностей всех возрастов в любом месте мира. Многие люди еще не до конца улавливают этот концепт. Дети, рожденные сегодня, не будут знакомы с миром, в котором были банки. Они не будут знать мира, в котором существуют бумажные деньги. Так же, как и молодые люди сегодня не знают, как выглядел мир без интернета. Сколько из вас здесь сидящих помнят библиотеки и поиск справочных карт? Отлично, вам больше сорока. Как и мне. Попались. Но дети, рожденные сегодня, уже не будут водить машину самостоятельно. У них никогда не будет мира без интернета. Так же они никогда не будут знать мир, в котором деньги контролируются банками, когда деньги выпускаются только королем или государством. Деньги будут интегральным протоколом интернета, тип содержимого, который может быть отправлен кем угодно и куда угодно. Но этого недостаточно. Давайте повеселимся. Любая форма денег до сегодняшнего дня должна иметь за собой личностный гарант. Деньги могут принадлежать и управляться только людьми или людьми, вместе формирующие союз. Юридическая функция под названием корпорация. Но не с биткоином. Это протокол, в котором самостоятельные субъекты могут обладать и управлять деньгами сами. Людей не требуется. Представьте корпорацию без директоров, акционеров, сотрудников, работающая полностью на основе прописанного сценария обучаемой машины или, может быть, на парочке простых эвристических правилах, которые действуют самостоятельно, вне любого человеческого действия и способны управлять бюджетом в миллиарды долларов. На этой части выступления мы ощущаем раскол аудитории. Ну, некоторые думают, ну и ну, звучит как определенно плохая идея. Что если это вирус? Вирус-вымогатель, который распространяется и закупает системы Amazon Web Services, чтобы расти, пока дела идут успешно. Вдруг он начнет проводить A-B-тестирование над самим собой, нанимая программистов, дабы себя улучшить. Да, всё это произойдёт. Но что, если это благотворительность? Интеллектуальная благотворительность, которая может обнаружить возникновение стихийного бедствия, автоматически и мгновенно переадресовывать крупные адреса непосредственно людям, которые находятся в наибольшей нужде, без человеческого вмешательства. В отличие от большинства благотворительных организаций сегодня, 100% от пожертвованных средств направятся нуждающимся. Мир на пороге преображения. Самоходные автомобили. А как насчёт автомобилей, никому не принадлежащих? Автомобили, которые не принадлежат корпорациям, которые сами являются корпорациями, которые платят за своё электричество, газ, обслуживание, лизинговые платежи путём предоставления поездок для людей, которые платят им криптовалютами. Представьте себе такое программное обеспечение. Интеллектуальные сети, которые распространяются через интернет как контент и расширяют свой охват, потому что люди читают их. В результате они могут покупать больше хвостинку слуг для того, чтобы увеличивать свой охват. Это не деньги ваших бабушек и дедушек. Это не деньги ваших родителей. Это деньги, полностью программируемые, обладающие возможностями, которые могут быть точно настроены. Вы можете устанавливать, кто именно получит доступ и в какое время, как могут быть рассредоточены деньги. Была открыта целая новая область, которая теперь называется смарт-контракты. Эта система позволяет людям запрограммировать поведение целых систем, которые также могут управлять деньгами. Деньги — слишком узкое понятие, чтобы это описать, потому что мы используем вещи, которые вроде бы выглядят как деньги всё время, но не являются ими на самом деле. Как насчёт накопительных баллов, токенов, билетов в метро, накопительных мили авиалиний? Что насчёт любви фанатки Джастина Бибера с полным доступом к каталогу музыки в виде токена? А что насчёт всех остальных брендов, которые могут превратиться в токены и войти в мировую, обмениваемую систему прямо через интернет-протокол? 3 января 2009 года мир изменился. С тех пор было создано более чем тысяча новых криптовалют. Используя то же предписание, почти все они с открытым доступом, и они растут во всех направлениях, изучая каждую возможную нишу экосистемы, каждую крохотную вариацию возможностей и функций, создавая новые рынки, которые собирают средства для тысячи стартапов по всему миру. Тысячи инженеров, разработчиков и инженеров-программистов практикуются в использовании этой новой технологии. Сам интернет претерпевает резкие изменения. Сейчас существуют самостоятельные субъекты, которые используют интернет-деньги. Они во многих случаях вне контроля любых юрисдикций. Что же большие корпорации собираются делать со всей этой новой магической, открытой, нейтральной, децентрализованной, безграничной, устойчивой перед цензурой с сетью? Они скажут, «Отлично, нам это очень нравится, но не могли бы вы только убрать открытость, нейтральность, децентрализацию, безграничность и свойства сопротивления перед цензурой, наделить все это дело соглашением по объемам продаж, 12-месячной лицензии и контролем, нашим, соответственно, контролем. Они отнимут интернет и заменят его корпоративной сетью. Они создадут закрытую площадку скучного устаревшего контента, небезопасного в своем основании, который находится на задворках корпораций, добавляя немного ценности, но только за пределами участия мирового сообщества, изолированного от волны инноваций, происходящих вокруг нас. Они создадут корпоративные сети, они будут говорить о победе, они обернутся и крикнут, «Мы изобрели блокчейн», и они будут неправы, и их настигнет неудача. По-настоящему волнующая часть этой технологии не блокчейн. То есть артефакт базы данных, который был создан из этого протокола. Но возможность достигнуть распределенного согласия между участниками, которые не доверяют друг другу, на больших расстояниях без участия какого-либо центрального субъекта, вышестоящих инстанций или посредников между ними. И это согласие внешне может выглядеть хаотичным, беспорядочным, странным. Что ж, все в аудитории уже знакомы с кое-чем похожим, таким же странным, таким же непонятным для корпораций. Интернет! Мы уже сделали это один раз, мы сделаем это снова. И вместе с вами мы прихватим остальной мир. На фоне этой грандиозной истории есть еще одна. После 25 лет работы интернета переслать деньги отсюда в неевропейскую страну занимает от 3 до 5 дней. И это все еще обойдется для вас в 30-40 долларов за отправку. И это в том случае, если страна, в которую вы отправляете деньги, процветающая, в другом случае это будет стоить вам куда дороже и отнимет у вас куда больше по времени. Большая сеть с централизованными, закрытыми, коррумпированными системами, которые высасывают деньги с беднейших карманов этой планеты. В 2017 году 2,5 миллиарда людей не имеют доступа к банкам. Это означает в их распоряжении ноль. То есть только наличные, и это только подсчет глав семей. Без жен, без детей, очевидно, они не имеют значения, если верить международному валютному фонду. Представьте, что произойдет, если вы перенесете банк в Android за 20 долларов, затем в приложение для всех, у кого есть смартфон. От 3,5 до 4 миллиардов людей сегодня пользуются интернетом. Всего лишь больше миллиарда из них обладают банковским счетом, имеют полный доступ к финансовым услугам. Мы собираемся предоставить банк остальным 6 миллиардам. Быстро. И это изменит мир быстрее, чем распространение мобильных телефонов. Представьте, 20-ти долларовый Android в деревушке Кении. Это уже не просто устройство связи, это банк. Не текущий счет в банке, а банк, который может осуществить отправку и получение средств из любой точки мира, который может кредитовать или получать кредиты для ипотеки, на семена, для оказания помощи при бедствиях. Банк, который в силах соединить на международном уровне всех людей на земле. Мы в силах добиться этого в течение последующих 10 лет. Мир изменится радикально с привнесенной возможностью широкого экономического вкрапления для каждого в этом мире. Возможно, вы решите, что банки захотят этим заниматься. И вы ошибетесь. Это не слишком прибыльно обуславливать людей, у которых немного денег, немного связей, нет доступа к идентификации в этих угнетенных странах с ужасным правительством. Также во многих этих странах банки замешаны в криминале. Они и есть преступные организации, если вы не слишком различимы от местных преступных банд. Так как же это исправить? До сих пор подходы тех технологий, пусть это будет PayPal или другие похожие технологии, очень-очень медленно возникавшие в финансовой системе, были слишком осторожны и вежливы в своих обращениях. Биткоин не спрашивает разрешения. Мы забыли это сделать. Мы продолжим предоставлять банки во всем мире, ни у кого об этом не спрашивая. Если этот протокол, распространяющийся сейчас, перестанет работать, 14-летний мальчик с копией моей книги сможет устроить все с нуля, за выходные, на любом языке программирования, запустить все еще раз, уже с новым названием. Снова и снова, пока нам не удастся связать весь мир. Финансы теперь приложение, а деньги теперь тип содержимого. Добро пожаловать в новый мир. Спасибо. Спасибо вам. Это было очень интересно. И действительно, все это меняется так быстро. Я была очень удивлена, когда прошлым летом, оказавшись в Испании, в городе Малага, увидела платежный терминал, на нем было нанесено следующее. «Получите свой биткоин здесь» или «Свои деньги для биткоина». И что же они на самом деле делают? Я не пробовала, у меня ничего с собой не было. Итак, вот что делают биткоин-терминалы. Вы подносите свой смартфон с уже установленным биткоин-кошельком. В приложении отображается адрес кошелька в виде QR-кода для получения биткоина. Вы подносите дисплей телефона с адресом к терминалу, суете в него старые грязные наличные, и он отправляет биткоины на ваш мобильный телефон. Готово. Вот так вот просто. Лучшая часть заключается в том, что система абсолютно безопасна, потому что терминал лишь способен на отправку биткоина. Как, например, если кто-то знает ваш адрес почты, это не означает, что кто-то может читать ваши письма, это означает, что кто-то лишь способен отправить вам письмо по адресу. И это работает в обратную сторону тоже? Обычно во многих странах нет, и причиной тому служит правительство, которое ужасается от идеи создания двусторонней сети, где вы сможете менять деньги на биткоины обратно, без каких-либо усилий. Так вот, как результат, большинство этих устройств описаны как торговые аппараты, продающие вам магические интернет-деньги. Это превосходно. Но чаще это преподносится как большая проблема, связанная с биткоином. Если вы приобрели биткоин раньше, и теперь у вас их большое количество, вы, возможно, миллионер в биткоинах. Но на что и где вы можете их потратить? Где вы можете получить старые грязные наличные за ваши биткоины? Ведь многие банки не дадут вам традиционные деньги взамен ваших биткоинов. Как и говорили вы сами, обычно процесс этот односторонний. Нужно ли мне держать эти биткоины, пока я не стану миллионером? Увидим ли мы заметные изменения в этом вопросе в скором времени? Когда я впервые узнал о биткоине, было тяжело приобрести на биткоины что-либо. Первое, что я купил на них, это 500 грамм кофейных зерен. В небольшом магазинчике, где-то в Соединенных Штатах, на основе моего последнего подсчета, я заплатил 12 тысяч долларов за 500 грамм кофейных зерен. Должно быть отличное кофе. Тем не менее, эти ранние движения позволили нам выстроить экономику. Люди считают, что биткоин — это нечто, что вы покупаете, продаете или во что вы инвестируете. И это не является ошибочным мнением. Я не покупаю биткоины. Я не покупал биткоины с 2013 года. Я зарабатываю биткоины. Мне заплатили биткоинами, чтобы я сюда прилетел. Мне платят биткоинами за всю мою работу. Это мой основной источник дохода. Все мои подрядчики получают зарплату в биткоинах. Все мои работники зарабатывают биткоины. Например, этим утром я отправил видео своему монтажеру, которое я записал вчера. Нечто похожее на то, чем мы занимаемся сегодня. И они находятся на филиппинах. Я отправил им платеж в биткоине, который пришел на их текущий счет в банке спустя 25 минут. Вы не сможете провернуть нечто подобное через традиционную банковскую систему. Мои подрядчики не знают, что я пользуюсь биткоинами. В этом конкретном случае они получают филиппинское песо. Но это не проблема. Через некоторое время они понимают, что происходит, и спрашивают, не могу ли я отправить им биткоины напрямую. И весь разговор приобретает совсем иной характер. Мы создаем экономику, где можно покупать и продавать товары напрямую в биткоинах. Перелеты, отели, товары с Амазон. Это легко. Но в конечном итоге вам нужно рассматривать биткоин как зарубежную валюту. Если вы пользуетесь интернетом в роли туриста, вы используете биткоин. Если вы в Швеции, вы используете крону, когда вы отправляетесь в отпуск в интернет, и желаете там что-то приобрести. Иметь биткоин под рукой, местную валюту. Весьма удобно. Конечно, есть и другие криптовалюты. Поэтому вы точно найдете себе что-нибудь по вкусу. Было много разговоров о майнинге биткоина. Да. Как о способе разбогатеть? Майнинг биткоина однозначно не лучший способ разбогатеть. Неудачный способ для большинства людей. Майнинг биткоина — это компоненты промышленной инфраструктуры. Если вы не против, позвольте задать короткий вопрос аудитории. Сколько из вас здесь знает, как работает ПВМ? То есть персональная вычислительная машина. Есть парочку, и это интернет-конференция. Сколько из вас пользуются интернетом? Забудьте. Вам не обязательно знать, как работает ПВМ. Я знаю, как работает ПВМ, но обычно я окружен людьми, которые этого не знают. При этом все им пользуются. Поэтому вам не нужно знать, как и почему работает майнинг биткоина. Для того, чтобы им пользоваться. Майнинг — это индустриальная инфраструктура, гарантирующая надежность сети, которая позволяет вести транзакции без посредников. И сами майнеры не являются посредниками так же. Каждый может присоединиться к их сети, участвовать в ней или покинуть ее. Это совершенно анонимно. Нам даже не нужно знать, где они находятся. СМИ в Швеции, по крайней мере, описывают майнинг как нечто темное. Понимаете? Да. Это, несомненно, звучит весьма мрачно. Я знаю майнеров. Ну да, конечно. Уголь там, все дела. Звучит как непростая работа. Майнинг — это специализированные высокопроизводительные вычисления, которые происходят с интегральными микросхемами конкретных приложений. Если писать в газетах майнинг таким образом, газеты останутся на прилавках, поэтому СМИ такого не пишут. Намного увлекательнее заголовки по типу «темные уголки интернета». Это продает огромные тиражи. Я не знаю, сколько из вас было в первое время появления интернета, но именно так все выглядело и происходило в ту пору. Это было интересно только для фанатов IT и ученых. Это неясная, странная технология, которой никто в самом деле пользоваться не будет. Ну и, конечно же, игрушка для преступников, в особенности мошенников. Большинство людей боялись заниматься онлайн-торговлей. Они говорили, что это никогда не сработает. Люди не станут этим заниматься. Опять же, мы видим нечто подобное. Люди боятся перемен. И мы все еще в самом начале, примерно там, где интернет, в 1993-1994 годах. Ну да, во времена игр, порно и рок-н-ролла. В общем-то, в 1993-1994 годах было время системы изменения доменов, протокола переноса файлов, системы отслеживания FTR-архивов, юзнет, новостные группы в текстовой форме. Так что нет никакого порно. Та еще задачка — загрузить такое в интернет в то время. Ой, вы недооцениваете виртуазов АСКИ. Большое спасибо за очень интересное выступление. Больше информации о биткоине и свежие новости на сайте bitnovosti.com Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Поддержите проект, переведя немного биткоинов по адресу на экране. Это поможет продвижению биткоина и его распространению. Продолжение следует... Продолжение следует...